859 домов, в которых проживает 13 тысяч человек, в Чувашии признаны аварийными или подлежащими сносу или реконструкции. Такие цифры озвучил сегодня министр строительства Чувашии Олег Марков на селекторном совещании под председательством министра строительства России Михаила Меня. 23 муниципалитета Чувашии вошли в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В Батаревском, Яльчикском районах и в Ночебоксарске ветких домов нет. В 2012-2013 годах на переселение было потрачено почти 235 миллионов рублей. Общая переселяемая площадь составляет свыше 174 тысяч квадратных метров. В этом году у нас реализовывалось две программы по первому этапу. Обязательства, которые были взяты по переселению граждан 2012-2013 годов, полностью выполнены республикой. На сегодняшний момент 264 дома мы должны в течение 2014 года переселить. На эти цели предполагается потратить более миллиарда рублей, в том числе за республиканского бюджета 480 миллионов. Практически все муниципалитеты Чувашии уже получили средства. Согласно жилищному кодексу, мы не улучшаем жилищные условия, а переселяем граждан изварительного жилищного фонда. То есть мы можем переселять, предоставлять такое же благоустроенные жилые помещения по тем же квадратных метров. Но как показывает практика, сегодня, естественно, и согласно нормам строительным и правилам, мы обязаны как минимум предоставлять 23,5 квадратных метра. Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в феврале приняла решение о перечислении Чувашии и ряду других регионов дополнительных средств на выполнение программы переселения. В федеральном министерстве тоже решили премировать субъекты, в которых успешно выполняют подобные программы. Те субъекты Российской Федерации, которые выполняют эту программу досрочно и подпишут соглашение с фондом о выполнении этого или расстелении всего аварийного жилья до конца 2015 года, наше предложение сводит к тому, что они получат в конце 2015 года или в начале 2016 года лимиты 2016-2017 года себе в качестве компенсации, в том числе тех средств, которые были привлечены на эти цели. И дополнительно к этому они получат бонусы от тех нераспределенных, исходя из тех нераспределенных остатков средств. На селекторном совещании затронули и проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Михаил Мень рассказал, что Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект о лицензировании управляющих компаний. Предусмотрена аттестация руководителей таких организаций. А за эту работу в ближайшее время возьмутся госжилинспекции. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.